добрый вечер это информационно-аналитическое шоу смотрите сами где мы говорим о самом интересном и конечно значимом в жизни университета образования города республики страны да и на мировые события нет нет да замахнемся поехали безусловно главным чем жил казанский федеральный университет всю минувшую неделю это прошедшим в пятницу международным советом по повышению конкурентоспособности университетов россии среди мировых научно-исследовательских центров то что повседневной жизни мы называем защитой большой дорожной карты где определены стратегические приоритеты в развитии университета и которые призваны стать прорывными в очень скором будущем думаю что итоги международного совета мы еще подробно обсудим в одной из ближайших программ а пока хочу несколько детализировать тему когда мы говорим о стратегических академических единицах призванных обеспечить те самые конкурентные прорывы то не всегда в полной мере представляем себе реально тот колоссальный объем работ междисциплинарного характера что ведется в стенах университета тут значимость что имеют для науки для реальной экономики для принципиально нового понимания казалось бы уже известных явлений для обретения страной той самой мощи во всех сферах жизни о которой мечтаем и в которые верим а еще важно помнить что такие вузы как казанский федеральный университет могут в полном объеме опираться в своих инновационных исследованиях на величайшие открытия что были сделаны некогда именно здесь ярким примером такого рода стратегических прорывов являются работы что ведутся по стратегическому направлению эко нефть здесь к слову огромный пласт работ проводят молодые ученые опираясь на величайшие открытия казанского университета тот же магнитный резонанс смотрите сами и восхищайтесь казанская школа магнитного резонанса известная на всю страну и далеко за ее пределами своей богатой историей и традициями никогда не оставалась в стороне от качественных изменений происходящих в кафу вот и создание в университете стратегических академических единиц не обошлось без ее участия сегодня ученые кафу активно задействованы в четырех научных проектах причем в двух из них стратегические академические единицы эко нефть и трансляционная 7p медицина магия спектра пришлись весьма кстати коллеги изучают детально те компоненты которых из которых стоит нефть тяжелая нефть одним из самых таких компонентов которые придают ей высокую вязкость как раз высокую плотность это асфальтены и смолы к сожалению на сегодняшний день эти компоненты нефти не так сильно изучены хотя именно они как раз преобразуются в ходе применения термических методов увеличения нефте отдачи научная группа лаборатории я мэр структура занимается исследованием строения новых веществ лекарств будущего а также помогает нефтяникам заглянуть внутрь процессов протекающих при подземной переработке нефти руководитель стратегической академической единицы эко нефть михаил во фоломеев поделился как ядерный магнитный резонанс позволяет заглянуть внутрь самого процесса для того чтобы разрабатывать новые технологии нам нужно понимать механизм того что происходит в казанском университете существует центр превосходства в области термических и термокаталитических методов подземного увеличения нефти подземной переработки нефти да и увеличение нефте отдачи и как раз метод емэр он видит то что происходит каждый фрагмент молекулу можно выделить и в принципе можно увидеть все составляющие методы спектроскопии высокого разрешения для устранения проблем медицины разработанные в лабораториях к фу всегда были очень востребованы у производственников потому что позволяют оперативно определить состав любого вещества с максимальной точностью с участием казанского университета в программе повышения конкурентоспособностей возможности у к фу стало гораздо больше и казанский федеральный уже готов принять новые вызовы стоит отметить что стратегическая академическая единица эко нефть возлагают на ямэр методы большие надежды ведь на данный момент только ямэр спектроскопии способна дать самую полную картину как по качественному так и по количественному составу углеводородов что очень важно для решения задач поставленных перед учеными к фу они позволяют установить тонкую структуру нефти выделить непосредственно фрагменты из которых состоит нефть это очень важно для того чтобы прогнозировать успешность применения технологий и в принципе разобраться вообще что же происходит при их воздействии в пластовых условиях остается лишь добавить что применение методов ямэр спектроскопии в нефтедобыче и нефтепереработки в россии практически не распространено и казанская школа магнитного резонанса получила еще один шанс заявить о себе на весь мир к слову в большой конкурентной схватке побеждает не только тот кто сам оказывается на гребне больших открытий но и тот кто сумеет быстро и эффективно оседлать под свои исследования уже имеющиеся инновационные мировые разработки найти свое уникальное для них применение в целях развития собственных стратегических преимуществ и здесь активные контакты в казанском федеральном университете идут по широкому кругу направлений на неделе в частности гостями университета стали топ-менеджеры компании убер занимающийся передовыми технологиями в области транспортных решений как это было смотрите сами во вторник 14 марта ректор кафу вильшат гафуров провел встречу с руководством компании убер одного из мировых лидеров на рынке транспортных решений директор по вопросам политики коммуникации убер кристофер бурхард и генеральный директор убер в россии дмитрий измайлов постели казанский федеральный университет с тем чтобы обсудить возможности развития сотрудничества основным управлением взаимоотношения убер и кфу заключается в развитии транспортного движения университетской клиники кфу стремится постоянно повышать качество обслуживания пациента в клинике я знаю встреча состоялась с президентом республики насколько ясно нашли определенные точки приложения совместных мы бы тоже с удовольствием включились в этот процесс ильшат гафуров подчеркнул что кфу большой университет готовящий специалистов практически во всех областях и университет был бы благодарен убер если бы они нашли какую-то возможность так или иначе оказаться действием в подготовке образовательных программ позже в императорском зале состоялась лекция кристофера бурхарда о городской мобильности которая основывалась на успехе компании убер на мировой арене слову минувшая неделя преподнесла сенсационную новость крупный израильский стартап в области умных автомобилей снижающие риски аварий формирующие основы беспилотных авто приобретен одной из американских компаний за 15 миллиардов долларов создавали его ученые университетов это информация для скептиков относительно востребованности реальной на рынках мира того что методично разрабатывается до некого времени в университетских лабораториях и на определенном этапе дает взрывной эффект и через возникающие в результате новые технологии и через конкретные финансо-экономические результаты вот так кстати долгие годы в далекой америке работал исключительно на оборонный комплекс наш земляк студент нашего университета александр понятов сумевший массу своих исследований переложить широко востребованные технологии пятьдесят девять лет он вместе с чарльзом гинзбургом разработал видеозаписывающие устройства использующие принцип поперечно-строчные записи вращающимися головками открыв эру видеомагнитофонов кстати школу понятова прошли многие великие изобретатели инноваторы тот же рей долби разработчик системы шумопонижения получивший его имя но как так случилось что великий ученый не сильно известен сегодня собственной стране даже киноакадемики сша ценили его вклад премии оскар а тут лишь казанский университет своем музее хранит и приумножает коллекцию александра понятова об этом и в целом о жизни нашего земляка мы начали разговор в нашей прошлой программе с николаем комиссаровым нучатым племянником александра понятова хранителем памяти о нем инженером и просто отличным рассказчиком предлагаем вам продолжение нашего интервью он все-таки человек столь успешный ставший столь успешным только в штатах да вообще в мире конечно получившие все наверное высшие доступные вот по его заслугам награды включая вот даже оскару мы вспоминают то есть кинтографисты телевизионное сообщество всех стран дарными фильтром оси по сей день да еще многие годы будут десятилетия столетия благодарны как вот он вот наверху этой славы вспоминал и вспоминал ли родину казань тех людей которые молодости его где-то окружали ну во-первых для него было это самая святая тема это россия например в калифорнии дом который он построил на нем было латинскими напитать латинским буквам на этом доме было написано вилла казань это первое второе у него было 38 насколько я знаю филиалов разных странах и всего 20000 работал на предприятии первых кого он принимал на работу и находил любое место рабочие русских то есть невзирая на ценность для него все это были русские об этом говорит данич в фильме и данич говорит что мы гордились что у нас русские он нас всех брал на работу три с половиной тысячи было выход за фаз россии из 20 тысяч дальше значит дом для престарелых первая череда русских основные деньги он дал на женский монастырь православный деньги он дал на собор святого владимира деньги он дал дальше в руку около своих офисах он всех везде сажал две березки и последнее у него была наградная медаль и была памятная медаль который награждали кстати по медалью понятова награждали за развитие в радиоэлектронике читался высочайшей награда так вот памятную медаль мы подарили маковееву глав первому главному инженеру останкина который ездил с делегацией во главе который был максаков замдиректор гос телерадио зампредставить гос телерадио ссср ссср да они всем четвертом году в июле у него были в гостях и они сказали мы инженеры российские считаем вашим считаем вас учителем своих он в результате этого подарил им медаль свою эту медаль маковеев незадолго до смерти подарил мне мы с ним на почве понятого сдружились я и подарил казанского университета так вот на медали написано первая надпись на русском языке а вторая на английском жизнь неполноценно без взноса в пользу человечества русских он не награждал он подчеркнул я здесь многое сделал но не забывайте я русский ну и завершение на сегодняшней беседы я так понимаю что этот год и вот вообще предстоящий месяц ведь юбилей до 25 марта будет 125 лет по старому стилю 25 марта 125 лет мы ну мы вот вы сообщество научное исследовательское в казани в россии как-то собираются отмечать эту дату обозначить ее еще раз напомнить не всегда вы благодарны потомкам да что вот многому из того что мы сегодня имеем даже то что на сейчас вот смотрят и слушают да это дело рук вот этих людей во первых я бы хотел вам сказать что казанском университету я благодарен в первую очередь если брать персонально риязга то лучше мензари по проектору стрелы владимирами писаревой которым с которым мы с 2010 года начинали раскручивать эту тему если уж говорить русским языком современным раскручивать и в двенадцатом году у нас была конференция мы проводили ее в музее в историческом музее и когда киностудии русский путь и весаида решили снимать фильм по заказу министерства культуры агентства по коммуникациям то они не знали что есть кто-то из родственников в татарстане в советское время цк кпсс запрашивали если родственники у понятова потому что понятов он ведь хотел открыть здесь филиал в россии но по фамилии понятов никого не нашли и вот риязга таулыч и стелла владимировна сделали все для того чтобы это имя увековечить в университете я тогда подарил и медаль вот это вот и для того чтобы это имя вписалось имена ну наверное самых интересных я бы так сказал людей которые учились казанском университете в этом году мы здесь тоже будем проводить мероприятие такое же мероприятие но меньших рамках мы будем проводить в мвту баумана там меня поддержал проектор коршунов сергей валерьевич который мы в прекрасных отношениях именно на теме понятова даже вышел первый альманах русский метод подготовки инженеров или подготовки ремесел где там статья понятове ссылка на меня что я поступаю там у них в мвту и в доме русского зарубежья будет тоже мероприятие но я хочу сказать то что мне например непонятно было когда вы на полисе назвали техцентр техцентр именем попова технопарк технопарк именем попова прекрасный человек попова которого я уважаю с детства и читал все но первое он не имеет никакого отношения к татарсты казанской губернии и к татарстану и второе чем привлекательный образ понятого он видел не только ученый изобретатель инженер но он реализовывал свои мысли и плюс эти мысли коммерциализировал то есть он создавал крупную фирму производства продажи и прочее это то чему должен научить технопарк то есть это идеальный образ для этого согласны со мной а у нас в татарстане великий человек который так сказать прославил всю нашу татарстан и смесь нас татарстан и казанскую губернии и всю россию у нас не то что улица у нас улочки нету юбилейный год могли бы наверное я думаю как-то увековечить его великое имя вот это уже серьезные мысли и призывы я думаю дальше нам и подумать и продолжить тему для того чтобы как говорят призывают нас с экрана чтобы помнили чтобы знали чтобы знали на что равняться чем гордиться и самое главное откуда вот возвращаясь нашему первому вопросу откуда могут быть новые взрывные позывы из россии да вот из того опыта из тех знаний из тех примеров которых мы сегодня говорили да заболу спасибо вам спасибо а сейчас уже традиционная для нашего информационного шоу обзор из шоурума гости минувшей недели впечатляли начнем с оскара прокопьева председателя правления банка казань который своей встрече со студентами открыл большую серию мастер-классов для будущих журналистов по проблемам финансов и экономики последние не самые радостные события на просторах банковской жизни республики показали со всей очевидностью острый дефицит в татарстане да и не только в татарстане медиа специалистов способных качественно профессионально доступно и максимально корректно отображать происходящее об этой беде говорили давно но только в условиях кризиса становится очевидно что ее надо максимально быстро преодолевать вопросы подготовки финансово-экономически грамотных журналистов и пиарщиков впрочем стояли в повестке дня достаточно давно и в некотором смысле старт мастер-классов по этой теме с банковским кризисом совпал случайно но тем актуальнее это на фоне происходящего о том как важно в современном обществе быть финансово грамотным не говорит только ленивый для журналистов этот вопрос стоит не менее остро например чтобы свободно говорить о сложной экономической ситуации банков нужно знать всю ее подноготную об этом на своем мастер-классе студентам высшей школы журналистики и медиа коммуникации к фу рассказал председатель наблюдательного совета банка казани оскар прокопьев бакалавр лондонской школы экономики и политических наук рассказал студентам о сложившейся экономической ситуации в стране и о том почему так важно быть экономически подкованным на сегодняшний день к сожалению эти все моменты присутствуют и мошенники и аферисты и авантюристы которые предлагают какие-то легкие деньги и люди до сих пор не могут разобраться для себя понять что на самом деле приведет к обогащению а что не приведет чтобы не совершить ошибок необходимо любому человеку разбираться финансовых хотя бы базовых финансовая безграмотность населения это большой бич общества чтобы помочь студентам и журналистам разобраться в этой теме банк казани совместно с высшей школы журналистики и медиа коммуникации запустит курс мастер-классов от топовых экспертов по вопросам экономики маркетинга и менеджмента помимо бесплатных мастер-классов оскар прокопьев советовал студентам интернет-площадки для изучения базовых вопросов в экономической сфере а год лобачевского в казанском университете на минувшей неделе нашел свое несколько неожиданное продолжение в лице режиссера и сценариста екатерины еременко представивший в шоуруме свой фильм чувственная математика и дело тут не только в том что сама она выпускница мехматый мгл глубокая связь искусства и науки в последние годы все больше привлекают к себе внимание и ярких умов буквально накануне визита еременко в шоуруме высшей школы журналистики и медиа коммуникаций выступал михаил козинник который исследовал ту же связь большой науки с музыкой и поэзии в этот раз центре внимания была математика и главными слушателями мастер-класса не случайно стали именно преподаватели и студенты математических институтов казанского федерального университета среду 15 марта высшей школе журналистики и медиа коммуникаций казанского федерального университета состоялся мастер-класс документалиста екатерины еременко подобный мастер-класс вызвал бурный ажиотаж и зал был наполнен не только студентами преподавателями но и ценителями искусства которые хотели лично познакомиться с екатериной в этот день екатерина еременко рассказала о идеях своих фильмов и порой трудностях их создания у нас ситуация с иммиграцией похожа на ситуацию диффузии когда-то в начале 90-х казалось все кто может все уезжают а сейчас ситуация выравнилась кто-то уезжает кто-то возвращается ситуация стабильная я подумала что как интересно что эти физические законы они некоторым смысле могут стать метафорой жизненных ситуаций и поэтому я придумала такую структуру что в течение всего фильма у меня учитель показывает урок физики каждый раз этот урок физики мы делаем видим вот три раза сначала мы видим в классе его потом мы видим тоже физическое явление но в нормальной жизни и третье это такая рифма более такая метафизическая ассоциация с ситуациями о которых мы говорим любой желающий мог задать интересующий его вопрос кого-то интересовало отношение к современному кинематографу а кто-то спрашивал о сравнении телевидения и киноиндустрии нас в авгике многие преподаватели говорят что противопоставление с телевидения и кино и многие преподаватели даже запрещают студентам работать на телевидении потому что это такой более легкий жанр чтобы не делать халтуру но я работала в свое время я училась в авгике и чтобы зарабатывать на жизнь работала в программе времечко такая была программа не запомните времечко ну вот и у нас была полная свобода и мы могли делать совершенно какие-то творческие вещи мастер-класс екатерины еременко основывался не только на общении со слушателями но и показе фильма в студии екатерины инна еременко фильмс которая была основана екатерины в берлине после переезда за границу в ходе встречи также зашел и разговор о том что возможно студии екатерины инна еременко фильмс будет снят научный фильм о николай иван челобачевском всю минувшую неделю в казанском федеральном университете работал региональный этап всероссийской диджитал мастерской взлет до этого региональные этапы прошли в ростове-на-дону и санкт-петербурге в казани этап стартовал 14 марта 12 команд из 8 городов россии решали кейс от генерального партнера мастерской сбербанка который был направлен на проработку карты жителя республики татарстан которую сам банк хочет ввести на территории нашей республики напомню что взлет это современный образовательный проект направленный на раскрытие творческого и интеллектуального потенциала студентов специальностей рекламы и связи с общественностью журналистика маркетинг и менеджмент а также на формирование в них профессиональных компетенций мероприятие призвано популяризировать digital маркетинг и новые медиа в результате с казанского этапа финал мастерской который пройдет санкт-петербурге 24 и 25 марта прошли четыре команды вместо запланированных трех первое место получила команда из нижнего новгорода улыбка гагарина второе третье место у команд из казанского федерального университета тем include и бомжоры во время церемонии участников ожидал сюрприз организаторы решили дать бронзу еще одной команде медиапорту из ешкаралы вот казань всегда и во всем щедрее все-таки такое исключение в рамках проекта было сделано только в столице татарстана смотрите сами впервые стартовала всероссийская студенческая digital мастерская взлет она объединила студентов разных городов россии таких специальностей как рекламы связь с общественностью журналистикам маркетинг и менеджмент это совершенно новый образовательный проект где студенты смогут раскрыть свой творческий и интеллектуальный потенциал очень здорово быть креативным очень здорово правда и креативные идеи не всегда подкупают но символоз креатива и понимание того насколько этот креатив ложится в реальность вот это наверное самое главное качество очень важно чтобы команды понимали насколько их идея реальность в жизни в проекте принимают участие три города это ростов-на-дону санкт-петербург и казань в двух городах уже прошел региональный этап а сейчас очередь дошла и доказания всероссийская студенческая digital мастерская взлет проходит на базе высшей школы журналистики и медиа коммуникации к фу в течение трех дней команды побывают на мастер-классах ведущих специалистов где им расскажут о digital стратегиях о том как исследовать целевую аудиторию и правильно с ней взаимодействовать но ключевое значение будет иметь и то как студенты смогут себя проявить все эти дни они будут решать многочисленные кейсы выполнять различные задачи а финальным испытанием конкурса станет презентация проекта по опыту могу сказать что вот эти первые презентации они всегда такие самые шальные потому что у ребят вот там идеи креатив и немногие из этих идей потом впоследствии находят применение в финальном кейсе то есть вот уже завтра это будет уже больше похоже на такой как скажем на рабочие презентации сегодня для ребят это такой прям полет фантазии генеральный партнер этого мероприятия компания сбербанк они расскажут об истории проекта и предоставят участникам задания по развитию продвижению карты жителей республики татарстан для банка в принципе любой организации важно конечном итоге иметь возможность реализовать это все-таки желание услышать голос именно такой молодежной аудитории потому что тот кейс который мы представляем в общем-то касается всего населения на самом деле я имею карту жителей республики татарстан вот но именно взгляд молодежи студентов на этот продукт его восприятие нам очень важно услышать увидеть и возможно использовать для дальнейшей работы участникам придется хорошо потрудиться чтобы войти в тройку лучших команд которые смогут принять участие в суперфинале проекта в санкт-петербурге 24 марта 2017 года там встретиться 9 сильнейших студенческих команд страны занявших призовые места в отборочных турах но и нашу шоу часть мы начинаем нашей традиционной рубрикой цитаты недели на сей раз всех коряво пишущих порадовал президент страны владимир путин который не смог прочитать собственноручно написанные в зале где он встречался с деловой или этой страны заметки а вот почему он не смог их прочитать смотрите сами спасибо владимир олегович такие фундаментальные вопросы вы затронули тоже здесь можно до вечера дискутировать и времени не хватит но вот по поводу роста производительности труда и роста доходов вот владимир олегович где без бумажки говорил совершенно две совершенно очень конкретные вещи очень сказал очень чувствительные вот чувствительные для сегодняшнего периода мы с некоторыми коллегами нашими которые здесь тоже присутствуют вчера мы только эту тему тоже обсуждали это как вы сказали не повод для чего для пессимизма это это я так написал курица лапой сам не могу написать прочитать как в школе вот это не повод для пессимизма может быть но это точно совершенно тревожный сигнал и повод для того чтобы нам нужно задуматься о чем я хочу сказать о том что у нас начали расти доходы и не растет производительность труда и это очень тревожный фактор потому что мы опять возвращаемся в то состояние в котором когда-то находились и у присутствующих здесь не знаю вы такие большие все начальники не знаю часто ли бываете на производстве а у ваших подчиненных точно совершенно возникает проблема у нас давно у всех есть квалифицированных кадров начинается переманивание квалифицированных кадров это еще больше стимулирует рост доходов во всяком случае менеджмента такого высокого класса а это тянет за собой и другие слои а производительность труда не растет и на десерт как всегда красивая музыка наши друзья из молодежного симфонического оркестра готовы подарить вам фрагмент из оперы композитора незамова карапулат танец воинов минувшая неделя как мы говорили в самом начале программы требовала от многих настоящих бойцовских и воинских если хотите качеств им в первую очередь и всем кто активно помогал и поддерживал университет в эти дни и посвящается наша композиция а мы прощаемся с вами ровно на неделю всем добро а 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!